Здравствуйте, дорогие друзья! Наш барельеф будет представлен как единая композиция музыка-джаз. Техника выполнения барельефа позволяет создавать прекрасные фигуры путем выпуклых форм. Наша лепнина в домашних условиях будет выполнена следующим образом. Мы будем писать барельефную картину по месту, на опорной поверхности. Я использую холст на картоне. Твердая поверхность и есть холст, на котором я буду мою картину писать, потому что у нас не чистый барельеф. Не надо забывать, да, мы пишем с вами 3D объемную барельефную картину. Вот это моя акварель, оригинальный рисунок музыка-джаз. Который мы с вами будем переносить на холст. Перед собой вы видите необходимые инструменты и материалы, которые нам понадобятся для работы над этой картиной. Основной материал, с которым мы будем работать, это паста для моделирования. Я выбрала готовый вариант. Вам так будет удобно, она продается в любых художественных магазинах. Покажу, как мы будем делать правильный раствор. Вот готовый состав, для которого я использовала, видите, емкость для йогурта, потому что она мягкая, мнется и удобно ею пользоваться. Как замену готовой пасти для моделирования можно использовать сухую строительную шпатлевку. Но она не очень хорошо себя ведёт на рельефных картинах. Она может потрескаться. Если в вашем городе не продают готовую пасту, вы можете заказать её у меня. В описании к этому видео будет ссылка, как заказать пасту. Мастихины металлические, жёсткие. Мастихин остренький. Оттачивать детали. Вот, видите, маленькие, мелкие детали. Выпуклые мастихины нам бы понадобились, да, но они дорогие. Можно использовать вот обыкновенная пластмассовая ложка. Берёте вот лоб, например. Видите, она у нас уже готовая, выпуклая. Будут струны. Я использую обыкновенную пластиковую вилку. Вы положили пасту, провели поверху вилкой. Всё, 4 струны у вас готовы. Дёшево и сердито. У нас мягкие шпателя, пластиковые. Они очень легко гнутся, видите. Я их использую для разглаживания поверхности гипса. Ну вот, например, я сначала положила базу. Потом шпателем разглаживаю. Медицинский шприц. Можно использовать для акриловой краски или для гипса. Но тогда гипс надо делать очень слабой консистенции, как йогурт, да. Им можно выкладывать какие-нибудь маленькие вещи. Ну, допустим, вот смычок. Я не люблю этим заниматься, потому что его потом надо сильно мыть, разбирать, опускать в воду. Гипс застревает вот в этих всех мелких деталях. Я буду его использовать для акрила. Со шприцем будет удобно просто заливать это краской, а потом разгонять. Наждачная бумага. Когда рисунок затвердеет, я буду шкуркой убирать ненужные мясозубрины. Я использую ПИ-60 стандартную наждачную бумагу. Нарезаю её вот такими мелкими ломтиками, потому что у меня очень много мелких деталей. Куда залезет только такого размера маленькая наждачная. Видите, вырезка. Скотч я использую, когда, допустим, мне надо положить какой-то раствор, но при этом я не хочу, чтобы скотч залить на соседнюю территорию. Я отрезаю кусок скотча, отрываю. Я не хочу попортить смычок, а вот здесь вот рядышком положить гипс. Я закрываю смычок. Беру гипса. Видите, замазываю мою арфу. Видите, у меня остался гипс. Скотч отлепляю. И вот у меня струна не тронута, а скотч, видите, грязный. Вытираем. А полотенце или тряпочку инструменты всегда должны быть чистыми. Баночка с водой. Мастихин туда смачивать обязательно. Должен быть спрей, чтобы спрыскивать всё время наш раствор, чтобы он не затвердел раньше времени, пока мы им работаем. Краски я использую акриловые. Использую ёмкости для воды. Видите, из-под йогурта, из-под смотаны, пластиковые. Одноразовые. Взял, потом выкинул, не жалко. Золотой лист. Покрывать картину в конце. Клеющая паста. Кисточки различной формы, чтобы покрывать мою картину акрилом. Кисточки синтетические, мягкие. Я вам настоятельно не рекомендую брать натуральные кисточки. Это не для акрила. После акрила кисточку будете выкидывать. Если вы хотите, чтобы ваши руки не контактировали с модельной пастой или с акрилом, вы можете использовать латексные перчатки, работать в них. Всё, что нам понадобится, над работой на нашей картиной. Я вам сейчас покажу работу с этой пастой, потому что она уже практически готовая. Мы только в неё добавим клей ПВА для улучшения сцепки. Вот у меня готовый раствор пасты, который я уже использую. Понадобится баночка с водой, где я вам покажу, как вот такой готовый раствор сделать. У меня половина упаковки уже открыта. Я не буду открывать новую, я вам покажу на этой. После использования, видите, она у меня хорошо замотана в савафан, чтобы туда не попадал воздух, иначе она засохла. Вот так выглядит эта шпаклёвка изнутри. Я её всегда, прежде чем завернуть, смачиваю водой. Я её смачиваю водой, чтобы она не засохла. Чтобы получить вот такую вот шпаклёвку, с которой можно работать, мы делаем следующее. Нарезаю шпаклёвку тонкими лоптиками, как хлеб примерно. И кладу в воду. Почему тонкими? Так она легче будет набухать. Наша задача её разбавить. Вот, видите? Вот, мы отрезали тонкие ломтики. Я вам рекомендую сразу нарезать на всё. И примерно дня за два, за три это всё набухнет. Берёте и кидайте в воду. Наши кусочки. Вот они там, видите? И вот так вот это всё дело оставляйте на два, на три дня. Вот, видите, я пробую пасту базовую. Она тяжело поддаётся работе. Я не использую её в таком виде. Я её доработаю. И у меня получится отличный эластичный замес для лепки. Как раз то, что доктор прописал. Для создания рельефной картины хорошего качества. Этот рецепт был опробован мной на серии картин «Гороскоп». Он замечательно себя ведёт в картинах и создаёт структурные эффекты. Держится на холсте намертво. Спасибо клею ПВА. Сохраняет заданную нами форму. Не трескается. Хорошо подаётся резке, шлифовке. Материал экологически чистый. Не горючий. Не поддерживает процесс горения. В работе материал полностью пригоден. Как замену готовой пасти для моделирования, можно использовать сухую строительную шпатлёвку. Но она не очень хорошо себя ведёт на рельефных картинах. Но она не очень хорошо себя ведёт на рельефных картинах. Она может потрескаться. Если в вашем городе не продают готовую пасту, вы можете заказать её у меня. В описании к этому видео будет ссылка, как заказать пасту. Массу раздавливаем как пюре до консистенции густой-густой сметаны. Видите, чтобы ложка стояла. В процессе работы у вас всегда рядом должна стоять ёмкость с водой. Мастихины перед набором очередной порции пасты обмакивают воду. Когда вы выполнили работу, мастихин опять смачивают и хорошо вытирают. Очищают от смеси. Хранится весь инструмент должен абсолютно чистым. Я постоянно работаю с этим составом уже несколько лет. Он меня ни разу не подвёл. Все выполненные мной картины из этого состава находятся в идеальном состоянии и постоянно выставляются в художественных галереях. В воде вытирайте от любого загрязнения, чтобы он был чистенький. Если у вас осталась часть раствора, её надо упаковать. Зачем выкидывать? Чтобы её сохранить, спрыскиваем водой. Аккуратно закрываем. У нас барельеф будет представлен как единственная композиция, музыка, джаз. Мы будем писать джаз. Ну и самое главное, без чего не может художник. Это наш божественный кофе. Ну что, погнали? ПОДПИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok